Весенний город, генеральная уборка города, ремонт дорог и тротуаров. Именно эти темы мы сегодня обсудим в открытом диалоге. Добрый вечер. В нашем эфире традиционная встреча с главой города Владимиром Васильевичем Быковым. Владимир Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, хорошая хозяйка или хозяин всегда перед какими-то большими событиями наводит праздничную генеральную уборку. И мы с вами встречаемся именно в этот момент в жизни города. Для начала разговор очень лаконичный. Как вы считаете, насколько активно в благоустройство в этот переходный период к лету шагнул город? В этом году, если говорить честно, пока вот такой активности, большой наведение весенней уборки, наверное, не организовали и не проявили. Поэтому на сегодняшний день мы проводим еще ряд организационных мероприятий. Погода, вот мы думаем, уже к 1 мая установится. И действительно нужно, засучив рукава, всем миром выйти на уборку нашего города. Ну что ж, сначала разговор самокритичный, а сейчас наша традиционная видеоподборка, которая посвящена именно этой теме. Первые общегородские весенние субботники в этом году стартовали 19 апреля. Планируется, что в них примут участие свыше 300 предприятий, общественных объединений и неравнодушных к жизни города Кировчане. Грязь с городских строек на улицах Кирова. Эта проблема обострилась в период весенней распутницы. В настоящее время в городе насчитывается порядка 200 строительных объектов. К примеру, недавний рейд на территорию Первомайского района выявил нарушения на 8 объектах. Если в ближайшее время замечания не будут устранены, юридическим лицам грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей. Акцию «Стоп грязь» объявила администрация города, предложив кировчанам сообщать об организациях, не соблюдающих правила благоустройства. Фото и видеоматериалы можно присылать на специально созданный электронный ящик. Городские власти гарантируют принятие оперативных мер. В рамках мероприятий по санитарной очистке города инспекторы территориальных управлений ежедневно проводят рейды по содержанию дворовых территорий. Перед управляющими компаниями ставится задача обеспечить людей инвентарем, организовать вывоз мусора, провести обрезку сухих деревьев. В 2014 году в Кирове на ремонт дорог и тротуаров будет потрачено 338 миллионов рублей. Уже названы главные направления – Октябрьский проспект и улица Производственная. Полным ходом в городе идет ямочный ремонт, нацеленный на ликвидацию аварийных ям. Брусчатка будет положена на участках улиц Спаска и Карла Маркса. Не останется без внимания и асфальтовый ремонт тротуаров. Ну, Владимир Васильевич, в общем-то, такая специальная подборка. И, судя по ней, город настроен решительно на то, чтобы навести в порядок и красиво шагнуть в лето. Но не кажется ли вам, что вечный вопрос, почему повторяется так из года в год, он преследует и задается многими? Почему песок и соль на дорогах? Почему стройки, там, аварийные какие-то работы так много остаются и грязи? Почему ямочный ремонт так недолговечен? Вы сами задаетесь этим вопросом, почему и что делать? Конечно, мы задаем себе этот вопрос, почему и, наверное, самое сложное, поменять стереотипы людей. Вот он привык на протяжении многих лет сыпать песок, кирпичами закладывать ямки. А жизнь шагнула вперед, появляются новые технологии, появляются новые реагенты, которые могут решать те же вопросы, которые решает и песчано-соляная смесь. Поэтому мы, уже начиная с 2012 года, частично начинали в городе использовать, будем говорить, новые реагенты, которые позволяют также убирать или решать вопросы гололеда на тротуарах, на проезжей части. В 2013 году уже более активно, а вот на 2014 год, в зиму, мы постараемся войти так, чтобы как можно меньше использовать старые способы, методы работы. Вы сразу шагнули на дороге, да? Которую немало грязи приносит. Но дело в том, что эта же смесь идет на тротуары. Вот мы видим с вами стройки, это наши люди, это наши жители работают, и они прекрасно видят, что иногда на некоторых стройках, так вот, для того, лишь бы администрация дала разрешение на строительство, оборудовали якобы место для помыва техники, которая прибывает на стройках. Практически они нигде не работают. Но вот от городских властей в данном случае ждут принятия действенных мер? Штраф, штраф, раз у кого не помогает. Мы со своей стороны, ну там не только штраф, мы на сегодняшний день пойдем и в суды. Вот даже так? Конечно. И есть уже примеры? Они сегодня уже есть. Поэтому никому, вот, никаких послаблений в этом отношении не будет. Начнем с себя. Вот вы говорите, что даже перед администрацией города в этом году не убрано. Да, перед началом встречи я сказала, ну вот еду на встречу, ну что ж такое? 1 мая мы все там уберем, и мы все приведем в порядок. К сожалению, и погодные условия, мы когда говорим, вот почему. Сложно, наверное, вывести весь снег, потому что вот мы начинаем, есть некоторые места, где, будем говорить, мы плохо проконтролировали, и те предприятия, которые должны были вывести снег, он остался, до сих пор тает, до сих пор течет. Таких мест очень много в городе. Поэтому вот здесь мы должны больше требовать то, будем говорить, замечания в планах содержания благоустройства города, которые высказал и губернатор области в адрес администрации, мы приняли к исполнению. Я думаю, что мы не только себя будем жестко спрашивать, но и с тех, кто занимается этими вопросами в городе. Вы о том, что резервов у города в этом плане немало было сказано, да? Эта тема сейчас так везет активно на вооружение. Ну, резерв один, если человек взял что-то и там делает, он на этом зарабатывает деньги. Пусть он это место своего, своей трудовой деятельности приведет в порядок. Так вот о чем и речь? А мы должны просто, поэтому спрос один. Или мы закрываем вашу деятельность, или вы делаете так, чтобы всем было хорошо. Может быть, действительно город ждет уже конкретных примеров в этом плане, чтобы, как говорится, на некоторых примерах люди делали выводы, правильно? Примеры будут. Такое бывает, обещается. Следующая передача, мы вам уже назовем конкретных, будем говорить, представителей фирм и организаций, которые, занимаясь благоустройством, не выполняют элементарных правил. А вот эта акция, Стоп Грязь, нередко сейчас городская администрация, городские власти выходят с обращением, ну, что называется, к жителям, чтобы союзно вместе решать какую-то общую проблему. Ваши ожидания, а может быть, уже есть какие-то первые итоги, вот этот шаг, вот насколько ваши ожидания, что вы ждете? Наши ожидания имеют, как сказать, большего эффекта пока, пока вот то, что мы хотели, но еще не прозвучало в полном объеме. Так что ждем совместной работы. Акция объявлена, ждем результатов. Акция объявлена, да. Мы сегодня пересмотрим работу инспекционных групп территориальных управлений. Как они работают, что они делают. С другой стороны, администрация тоже должна выполнять обязанности в том, чтобы помогать населению. Вот на сегодняшний день мы видим, в городе очень много появляется мешков, будем говорить, с мусором, которые жители собирают. Мешки с мусором стоят. Мы поставили задачу каждому территориальному управлению реализовать работу такими, чтобы утром и вечером соответствующая техника, люди были выдвинуты для того, чтобы вот это все вывозить. Проще увезти, дешевле будет. Чем это простоит неделю, мешки порвутся и опять это все разлетится по всему городу. Пока стоят. Пока стоят. Значит, что? Мы должны спросить уже не с руководителя фирмы, а с руководителя территориального управления, с руководителя инспекционной службы, почему не организована работа. Вот этим мы будем и заниматься, и более жестко. Кому не нравится, ну что ж. Но как у главы города? У вас есть серьезные сейчас претензии к территориальным управляющим компаниям? Как вы оцениваете в этом плане их работу? Ведь в первую очередь это их функции, насколько я понимаю. Конечно, претензии есть. Ну, есть пока, будем говорить, и понимание того, что вот погодные условия как-то не поздно. На сегодняшний день все. Мы имеем прогноз погоды, что становится тепло, дожди. Ну, это очень хорошо. Наоборот, смоет какую-то грязь. Поэтому я думаю, что вот те непонимания или какие-то там, будем говорить, наши разночтения тех желаний, которые мы хотели бы добиться вместе с начальником материального управления, они на сегодняшний день сняты. На сегодняшний день проведена большая работа с руководителями предприятий, крупных заводов. Вы знаете, что и губернатор области проводил с ними совещание, собирал и просил также о помощи городской власти в порядке наведения в городе. Я думаю, что это даст положительный результат. Но спрос будет более жестким. Это я гарантирую. От жителей новостроек много вопросов. Ну, без сапог резиновых трудно выбраться. Здесь какие подходы вы видите для того, чтобы снять остроту? Стройка есть стройка, конечно, грязь есть грязь. Но вот чтобы все-таки как-то минимальные были потери в данном плане. У нас 220 строительных площадок в городе. В принципе, цифра хорошая. Должна радовать. Она радует, но не радует отношения самих строителей. В одном месте делаем, в другом месте ломаем. Поэтому на сегодняшний день не только сами строительные площадки, они, в общем-то, требуют особого внимания. И жители правильно задают вопросы. Ну, у нас есть проблема там с микрорайонами чистые пруды. Там стройка ведется таким образом, в некоторых местах, где и пройти невозможно. Поэтому мы для себя и для строителей определились. Стройка должна быть в тех правилах городского благоустройства, которые прописаны. Они должны выполняться. Ну и, естественно, по окончанию строительства и при сдаче дома будет особое внимание уделяться на благоустройство. Если строительная площадка рядом с домом, который уже ведем, сделать так, чтобы жители могли спокойно приходить, уходить, ну, без каких-либо... То есть это уже как жизненное правило? Если не приведена в порядок территория, дом не будет принят? Мы это все понимаем, но исполняем иногда хуже, чем хотелось бы. Мы будем искать пути для того, чтобы нам, собственно говоря, был выработан такой механизм, чтобы каждый, кто нарушает эти правила, ну, естественно, в рамках закона Российской Федерации, унес за это ответственность. Ну, вы посмотрите, все остановки изрисованы, реклама как попало вешается, все столбы обклеены различными объявлениями. За это нужно нести ответственность. Есть строительная площадка, которая четыре года на улице Ленина, адрес пока не будем называть, собственник земли, поставил кран и ничего там не делает. Ну, как-то надо его заставить, чтобы он принял решение. Или он там строит, в рамках, будем говорить, того, что там можно построить, или он просто убирает кран, приводит там все в порядок. Настрой города понятен, а вот, Владимир Васильевич, мы с вами из тех людей, которые уже немало пошагали по свету. Вот давайте вспомним, ведь сейчас нередко возвращаемся к прошлому. Не все, что там было в прошлом, это плохо, правильно? Вот были мощные апрельские субботники, после которых город просто менялся, и они просто объединяли, вот на мой взгляд, город. Вот может быть, что-то из этих традиций возродить в городе? Что касается вот всех добрых начинаний, мы готовы поддержать любую инициативу. И ведь, смотрите, у нас немало сделано, возьмите территориальное общественное самоуправление, вот в этих дворовых территориях там порядок, там только нужно единственное помочь им с вывозом того мусора, который они собрали. Вот я о чем и говорил, один участок города прекрасно выглядит, и это говорит о сознательности людей. Другой не страшно зайти. Это говорит о том, что там помнят и делают, а в другом месте помнят, но не делают. Ну так вот и надо объединить, понимаете? И ждут, когда кто-то придет и сделает. Логично. Я всегда с вами согласна в том плане, что чисто там, где не мусорят, правильно? И там, где люди сами отвечают за территорию, на которой живут. От количества мусорных баков и урн в городе чище не станет, если мы будем проходить мимо них и бросать мимо этих баков. Переходим ко второй части программы. Интернет-приемные муниципального образования города Киров. Поступили некоторые вопросы. Короткий вопрос, короткий ответ. Наша традиция. Итак, первый вопрос. Будут ли сданы в срок дома для переселенцев из ветхого жилья в 2014 году? Мне кажется, уже не первый раз он звучит. Ваш адрес. Ну, мы говорим о том, что и в Ленгасово, и в Коминтерне на Баумана 9 дома будут сданы. Этот вопрос под особым контролем, потому что от этого зависит, собственно говоря, исполнение всей программы. Шагаем дальше. Как будет контролироваться качество питьевой воды во время половодья? Контроль за водой происходит очень многими. То есть у нас на кировских коммунальных системах идет контроль, на водозаборе ведет. Ну и все Роспотребнадзоры тоже самые контролируют. Поэтому, я думаю, что беспокоиться в отношении качества воды не стоит. Хорошо, следующий вопрос. Как будет отмечаться День Победы в Кирове в этом году? Мне кажется, в ответе, наверное, интересно услышать, что нового особенно появится. Будет какие-то новшества, празднования? У нас в Кирове этот праздник отмечается всегда. Вот с каким-то особым чувством гордости за наших ветеранов, вот с таким добрым отношением к ним. И если говорить, то мероприятия, они и будут проходить на всех площадках города. Конечно, традиционно начнется это в Парке Победы, затем Театральная площадь. Что нового на Театральной площади? Ну, в связи с предстоящим 70-летием Победы, в этом году попробуем организовать и прохождение военной техники. Я продолжу эту тему неким письмом, которое пришло в ваш адрес. Позвольте, я засчитаю. Я так понимаю, что это, в общем-то, тоже человек-ветеран, которому исполнилось 80 лет. От Марковой Нины Георгиевны в ваш адрес. Она благодарит вас, Владимир Васильевич, за то, что помогли, услышали просьбу за ремонт подъезда. Красивейший зеленый цвет сейчас прямо радует глаз. И 20 мая эта женщина отмечает свой день рождения, приглашает вас в гости. Действительно, сегодня делается все для того, чтобы мы не забыли наших ветеранов. И, конечно, надо то маленькое хотя бы участие каждому принять в отношении наших ветеранов. И тогда, я думаю, что вопросов у них будет гораздо меньше. И больше будет вот таких благодарственных писем. Ну что ж, я письма прочитала, вопросы задала. Спасибо за встречу, Владимир Васильевич. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»